всем приветики разобрался я с этим таймером задержки и решил сделать на него обзор так вот он выглядит если 4 контакта с этой стороны 2 сверху это вход питания 2 снизу это выход питания сколько питания входит только выходит может входить от 5 до 30 вольт верхний контакт это плюс а нижний это минус ну гнд это ground земля земля это обычно минус то есть плюс и минус сверху плюс и минус снизу подается туда питание а с этой стороны просто кнопка тоже сюда подается питание но она служит в качестве кнопки а здесь уже от 3 до 22 24 вольт подается и это работает как кнопка ну дальше кнопка стоп у нее есть свои функции сет задают параметры стрелочки просто меняют значение этих параметров ну и сейчас мы можем подключить как можно видеть сюда я уже питание подал вот он даже видно по проводам плюс и минус и плюс идет вверх минус идет вниз два провода сюда вставляем питание и она сразу включается а сюда два провода на выход я подключу тестер чтобы видно было какие параметры нож но что происходит включены или выключены а с этой стороны кнопку я один провод запитал а минусовой сразу на питание подал а второй буду нажимать ну как то же самое если было бы кнопка нам бы просто бы замыкала замыкала бы два провода поэтому я в общем то так решил сделать подключаем и данный момент у нас ничего нет у нас если пройтись по кнопкам кнопка стоп ну стрелочки сейчас не работают они работают только когда сдаешь параметры то есть когда работаешь с канвала с кнопкой с но если удерживать кнопку это просто нажать она либо выключит либо включить питание то есть это аварийное выключение тебе надо выключить и на выключил of либо включение on если удерживать то то cp это режим сна то есть реле будет работать через пять минут экран погаснет но она будет продолжать свою работу точно так же как и работала только с выключенным экраном а когда нажмешь какую-то кнопочку то включится экран если еще раз нажать и удерживать то перейдет в режим постоянного горения экрана но 0-d это когда экран постоянно горит в общем это все функции кнопки стоп если именно ее нажимать просто так дальше идет кнопка сайт нажимаем и держим появляется режим p ну режим p1 от 1 1 до 4 и стрелочками уже меняющие режимы потом нажимаем еще раз один раз без удержания up up я так понимаю open открыт открытый реле и сколько времени она будет типа работать 10 секунд я указал и тут кнопка стоп опять приходит на помощь сейчас когда . в конце это значит 10 секунд нажимаем один раз . перескакивать сюда это уже одна секунда будет то есть одна секунда и миллисекунды а когда еще раз нажимаем точки везде это уже минуты то есть это уже 10 минут то есть вот . в конце это значит сейчас она будет 10 секунд работать . после единицы это одну секунду будет работать точки везде это значит 10 минут будет работать мы выставляем 10 секунд еще раз удержим кнопку set отпускаем и она дальше переходит режим p11 как он работает нажимаем кнопку всем она включилась вот подается питание уже на тестер и идут секунды когда секунды заканчивается все питание пропадает то есть она она не работает до того пока это не нажимаешь кнопку как только нажимаешь кнопку подавшись сигнал включается и идут отсчет времени при этом если ты ещё раз нажимаешь она никак не реагирует ничего время вышло оно выключилась так работает 1 режим то есть нажал кнопку она включилась отчитало время выключилась все то есть это полуавтоматический режим tu должен сначала нажать кнопку, а дальше она уже в автоматическом режиме начнёт время считать. П1-2. То же время, сколько она будет работать. И всё. Дальше мы нажимаем кнопку. Так, контактик где-то ослаб. Видимо, потому что я не полностью. Всё. Вот оно пошло отсчитывать. Мы нажали кнопку, оно отсчитывает. Но у меня контактик плохой. Так, всё. Я поправил контакт. Разница этого режима в том, что когда идёт время, то есть мы нажали кнопку, пошло время. То есть, если мы ещё раз нажимаем кнопку, время пойдёт сначала. Вот, мы нажимаем, оно вот 9 секунд, 8. Нажимаем ещё раз, опять 10. В предыдущем режиме ты нажал кнопку, и всё. Да всё. Уже как не нажимай, пока время не выйдет, оно не выключится. И ты, ну, время не сбросится. То есть нажал, время пошло, всё. Пока время не закончится, оно будет работать. А здесь ты можешь нажать кнопку, оно включится. Но пока ещё время не вышло, ты можешь ещё раз нажать, и время пойдёт снова. И в этом отличие режима. Следующий режим. П-1-3. 10 секунд. Нажимаем кнопку. Пошло время. Нажимаем кнопку ещё раз. Время выключилось. То есть, свои небольшие особенности. Нажали кнопку, время пошло. Ещё раз нажали кнопку, время остановилось. То есть, первый режим, там ты, если нажал всё, ты уже ничего не можешь делать. Второй режим, ты, если нажал, можешь обновить время, нажав ещё раз. А третий режим, ты можешь остановить. В первых двух ты не остановишь. Если оно уже начало работать, всё уже. Пока аварийную кнопку стоп не нажмёшь, будет работать. А здесь ты можешь остановить. Второй режим. Задаем время включения. Кл-клосса, видимо, когда закрыто реле. Пять секунд. Ну и нажимаем кнопку. Время пошло. Сначала время закрытия, потом время открытия. При этом, если нажать на нажимать, больше оно не реагирует никак. То есть, режим работы таков, что после нажатия кнопки сначала отсчитывается время, сколько оно не будет делать ничего, а потом отсчитывается время, сколько оно будет работать. И при этом нажатие кнопки никак ни к чему не приведут. Следующий режим. Сразу 3.1. Время открытия, время закрытия. И лоб. Лоб это повтор. Если прочерки, повторяться будет всегда. Если не прочерки, один раз, два раза. Ну сколько раз задашь. То есть, сколько таймер будет раз повторяться. 3.1. Нажимаем кнопку. Так, я вижу, у меня уже контактик отходит. Так, я поправил контактик теперь. Нажимаем. Пошло время, когда оно включено. Отсчитывает время. Так, попробуем что-нибудь еще нажать. Дальше время выключено. И дальше опять включено. При этом, еще раз нажатие выключит. То есть, кнопка либо включает и пошла в работу. И таймер пошел в работу, при этом отсчитывая время после нажатия кнопки время работы и время нерва. Ну то есть, нажимаешь кнопку, таймер включился. Отсчитал время работы, дальше время отдыха, потом повторение время работы, время отдыха. И так работает. Еще раз нажать на кнопку включения. Ну, просто на кнопку не включения, вернее, просто на кнопку выключит все это дело. Дальше идет режим 3.2. Мой любимый режим. Уже автоматический. Все то же самое, что в режиме 3.1, но только автоматический. То есть, теперь не нужно нажимать кнопку. Вообще ничего. Сейчас ничего не делаю. Кнопку не нажимаю. Оно само сразу начинает работать. После, как только ты подаешь питание на него, оно сразу включается. Начинает вот это уже автоматический режим. Все те предыдущие были полуавтоматические. То есть, тебе нужно по-любому нажать кнопку. А этот режим автоматический. Он после включения самого таймера сразу начинает работать. Отсчитывает время, время работы, а потом время отдыха. То есть, подал питание, сразу включилась, поработала, отсчитала время, отдохнула и снова пошла в работу. Также задается время работы, время отдыха и повторения. Далее. Последний режим. Кстати, забыл показать, что кнопка в этом случае, она автоматически работает. Кнопка никак не влияет ни на что. Нажимаешь, потому что она здесь неактивна. Следующий режим. Последний режим. Режим 4. После него обратно идет 1.1. Тоже задается в параметр. Это уже 1. Включение и все. И он работает таким образом, что пока нажимаешь, ты нажал, пошло считаться время. То есть, с удержанием работает. То есть, ты нажал, держишь. Пока держишь, время не идет. Только отпустил, пошло время работы. Когда оно закончится, оно остановится и снова будет ждать нажатия кнопки. Вот оно поработало, остановилось, все. И снова, пока кнопку не нажмешь, она не будет работать. Нажал, держишь. И оно не идет время. Как только отпустил, время пошло. Как только время закончится, оно выключится. Вот и все, все режимы. Но все режимы здесь, кроме режима 3.2, полуавтоматические. То есть, работают с кнопкой. И только 3.2 автоматически работает сам по себе. Как по мне, мне лучше всего, конечно же, автоматически. Потому что на то он как бы... На то он и нужен таймер в большинстве случаев, чтобы он работал автоматически. Потому что нажать кнопку я могу и без таймера. Ну, то есть, если я уже нажимаю кнопку, то... Хотя задачи разные бывают. Тем более, что здесь ты можешь нажать кнопку. И оно будет работать даже с повторением. Ну, в общем, задачи разные бывают. Но приоритетнее, конечно же, автоматический режим. Вот такой вот реле. Реле времени. Ну, или как они там его называют, таймеры задержки. Так вот оно. Работает все его функции. Даже можно... Могу, в принципе, даже раскрутить. Посмотреть, что внутри. Ну, я раскрутил. Но что плохо? То, что остаются кусочки пластмассы на болтиках. То есть, она немножко изнашивается. И болтики будут хуже держаться потом. Снимаем. Довольно-таки толстая пластмасска. Да, довольно-таки крепкая. По миллиметру толщиной. То есть, не так-то просто его и будет и добраться до него, да. Внутри все так выглядит. Довольно-таки, вроде, так нормально все. Хотя, где-то вон, виден какой-то припой или что-то такое, как... Ой, канифоль блестит. Какая-то разлилась. То есть, не сильно-то и качественно. Дальше кнопочки такие вот. Ну, и здесь все, в общем-то, как на скрине в магазинчике. Стоп, сет, ап, дам. Ну, с этой стороны все качественно выглядит. Только с этой стороны немножко он... Какая-то канифоль разлилась. Что-то типа такое. Вот такой вот таймер задержки. Самое интересное, что при собирании, как крышку не поверни, она все равно подходит. Что так, что так. Интересно довольно-таки получается. Ну, а вот сейчас, когда я уже разобрался с этим таймером времени, все кажется довольно-таки просто. Просто. Вообще просто. Хотя, когда я его только получил, мне было очень сложно. Я глянул на все эти вот... Ну, называется так, триггер. Тем более, здесь не написано ни плюс, ни минус. Как-то так смотришь, думаешь, сигнал какой-то, что... А в описании написано, что это триггер. Думаешь, что за триггер. Здесь, ну, в общем, как-то включаешь там какие-то режимы P1, P2. Ничего не понятно. Ну, вообще, по логике я хотел, чтобы с одной стороны питание зашло, а с другой стороны это же питание вышло. А здесь просто кнопками задал время, например, столько-то на включение, столько-то на выключение и на повтор. Все. А тут куча каких-то режимов, какие-то, какой-то триггер, что к чему, ничего не понятно. Если было бы написано здесь не триггер, а было бы написано кнопка, уже было бы намного понятнее так. Ну, в целом, сейчас, когда я разобрался, теперь понятно, что триггер это, это как бы кнопка, ну, которая подает команду. А реле, ну, то есть таймер от времени имеет несколько режимов. Все из них, кроме одного, полуавтоматические через кнопку. Причем разные варианты. И такого, и сякого. А автоматически только один. Это как бы плохо. Я бы, наверное, хотел бы несколько режимов автоматических, чтобы при включении оно считало, не сразу включалось, работало, а потом включалось. А наоборот, чтобы сразу оно отсчитывало время до включения, а потом только включалось и отсчитывало время работы. То есть, чтобы оно сразу включалось и отсчитывало не время работы, а время отдыха, а потом только включалось. Но, к сожалению, здесь только один автоматический режим. это печалька здесь она больше заточена под кнопку автоматический режим, но это уже так как один единственный бонус хотя хотелось бы наоборот, чтобы ну ладно, главное, что я с ней разобрался, теперь все довольно-таки просто и понятно стало с этим таймером задержки ну и надеюсь, что если кому-то тоже сложно было разобраться как и мне сразу, мне вообще было ничего не понятно, казалось, что я такое купил, что-то сильно сложно а теперь все просто, все легко оказывается надеюсь, что если кто-то тоже так не мог разобраться, это видео поможет понять, что к чему вот, ну а на этом все, всем пока пока